В настоящее время и в нашей стране начали появляться лица, проповедующие деструктивные религиозные течения. Если опираться на факты, то число людей, попавших под влияние псевдорелигии, составляет более 20 тысяч человек. Кто же эти духовные наставники деструктивных религиозных течений? Дильмурат Махаматов по прозвищу Абу Мухамад. В 2018 году был задержан в Саудовской Аравии, экстрадирован в Казахстан и осужден на 8 лет. Абдул Халил Абду Джапаров, прозвища Шейх Халил. По становлению суда приговорен к 8 годам лишения свободы. Ахтам Заурбеков, прозвище Абу Абдурахмар. За незаконно-религиозно-месеневскую деятельность приговорен условно к 4 годам. Куаныш Башпаев, прозвище Абдурахим Абу Абдурахим. Приговорен к 5 годам лишения свободы. Какие книги считают представители деструктивных религиозных течений? Религиозный трактат «Три основы». Эта книга считается самым главным учебным пособием деструктивного течения. Четыре правила, написанные в виде компактной книги. Книга «Единобожия». Также считается главной книгой деструктивное течение, в которой изучаются вопросы Ахиды. Постановлением суда запрещены распространение этих книг и прослушивание их аудиозаписей. Описание молитв пророка. Каковы основные различия между представителями деструктивных религиозных течений, которые считают, что придерживаются Корана и Сунны, и приверженцами классических сунницких школ? Различия во внешнем облике. Мужчины отпускают длинную бороду, за которую никогда не укаживают. Мужчины надевают короткие брюки. Хотя исламские ученые считают, что только надменные с гордыней в душе люди запрещают себе носительную одежду. Женщины считают правильным ношение фиджама только черного цвета. И большинство из них носят никтаб. Такое ношение одежды противоречит нашим местным традициям и обычаям, тесно переплетающимся с исламскими ценностями. Неверные понятия распространяют клевету в отношении исламских ученых. Проявляют неуважение к казахским обычаям, которые проводятся согласно шариату, беташа, приветствия невестки, разрезание пот у детей и другие. Считают, что соблюдение национальных обычаев и традиций – это хара. Для того, чтобы не попасть под влияние чуждых религиозных течений, необходимо помнить о следующем. Задавайте интересующие вас вопросы религиозного характера только имамам мечетей и образованным, грамотным теологам. Берите из интернета только ту информацию на религиозную тематику, которая опубликована на сайтах. Эти сайты работают в тесном сотрудничестве с Думка. Покупайте религиозную литературу только в тех торговых точках, которые имеют специальное разрешение. А также убедитесь, что книга прошла религиозную экспертизу. Слушайте религиозные лекции только тех проповедников, которых утвердил Муфтиад. Большинство религиозных распри и террористических актов, происходящих в исламском мире, переживших многовековый процесс, возникают по причине действий тех молодых людей, которые попали под влияние деструктивных религиозных течений. Осторожно! Деструктивные религиозные течения!